Дисциплина, работа с кадрами и соблюдение технологии. Президент провел совещание по улучшению работы АПК и призвал Аграриев трудиться по-новому. Готовы передать полномочия. Депутаты обеих палат белорусского парламента завершают сессии в нынешнем составе. Первый миллион долларов не свежского замка. О том, как вдохнуть новую жизнь в культурное наследие Белоруссии, научиться зарабатывать, говорили сегодня в правительстве. Укреплять тенденцию по выходу аграрного сектора на самоокупаемость и уже с этого дня работать по-новому. Во главе угла дисциплина, работа с кадрами и соблюдение технологий. Эти поручения дал сегодня президент Александр Лукашенко на выездном совещании в Минсельхоспроде. Глава государства поставил перед чиновниками сразу ряд острых вопросов. Главный из которых, каким будет новый этап развития АПК. Многое в отрасли уже сделано. Идет модернизация. Например, экспорт мясомолочной продукции в этом году уже превысил 1,6 млрд долларов при значительном снижении господдержки. Вот эту тенденцию надо всемирно укреплять, потому что в новых условиях хозяйствования в рамках таможенного союза ЕЭП придется существенно сокращать прямые дотации. АПК на единицу произведенной продукции и работать в условиях конкуренции. Со вступлением нашего главного торгового партнера в ВТО эта конкуренция будет только нарастать. Но я вас об этом и предупреждал ранее, года 3-4 тому назад, что эта поддержка будет снижаться. Сельское хозяйство должно научиться зарабатывать в основном само, для того, чтобы эффективно функционировать. Поэтому не надо рассчитывать на то, что каждый год эта господдержка будет наращиваться. Хотя я еще раз повторяю, мы не бросим село со своими проблемами один на один. Президент также обратил внимание на неоправданный импорт сельхозпродукции. Потребовал ориентировать предприятие на ее выпуск внутри страны. Мы должны у себя производить все то, что мы можем и даже не можем производить, чтобы уйти от импорта. Мы это начали делать, начиная от крупы и заканчивая там мраморным мясом и по другим направлениям. Чтобы заработать деньги и сохранить свои деньги, не вывозить за пределы страны, закупая по импорту продукты питания. Решение проблемы хранилищ нам позволит реализовать продукцию в более выгодных условиях, особенно весной. Вытеснить неоправданный импорт того, что можем сами выращивать. Кроме того, дополнительные доходы от весенней продажи значительно увеличат выручку хозяйства. Проект республиканского бюджета на следующий год приняли сегодня в первом чтении депутаты Палаты представителей. Особенности главного финансового документа – отсутствие дефицита средств и формирование инновационных фондов за счет налога на прибыль. Рост доходов запланирован на уровне 26%. Главное – сохранить устойчивость и конкурентоспособность национальной экономики и обеспечить социальную защиту уязвимых категорий населения. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты. Приоритетами бюджетной политики определены здравоохранение, образование и наука. Все показатели увязаны с планом социально-экономического развития страны. Это прежде всего и предусмотрена определенная страховка от возможных негативных последствий. Я имею в виду инфляция, внешнее влияние, если изменится обстановка по импорту и экспорту. Ну, мало ли, что может в мере происходить. Поэтому определенная перестраховка заложена. Свои полномочия новому составу готовятся передать и сенаторы. В Совете Республики также завершается сессия. Заключительное совместное заседание обеих палат национального собрания пройдет 11 октября. А накануне сенаторы рассмотрят проект республиканского бюджета на 2013 год. Мы понимаем, что очень важно принять бюджет, заблаговременно, с тем, чтобы страна могла подготовиться и вступить в Новый год уже с полной ясностью по этому вопросу. Планируется, что рост валового внутреннего продукта составит 8,5%. На 6,5% вырастут реальные денежные доходы населения. Опережающими темпами будут расти объемы финансирования здравоохранения, образования, науки. Сегодня же сенаторы обсуждали сотрудничество государства и частного бизнеса в сфере инноваций. Перспективные проекты необходимо поддерживать, а также создавать благоприятные условия для предпринимателей. В ближайшее время планируется разработать концепцию развития такого партнерства и соответствующий закон. Определена система развития государственно-частного партнерства в инновационной сфере в Республике Беларусь. Что она предусматривает? Она предусматривает, во-первых, равный доступ субъектов хозяйствования к государственным ресурсам, которые направляются на научно-техническое и инновационное развитие. Она предусматривает равную степень ответственности за реализацию совместно с государством тех или иных проектов в инновационной сфере. Италия идет в ногу с европейскими союзниками. Вернее, простаивает вместе с Португалией и Испанией. В стране проходит 24-часовая забастовка работников общественного транспорта. Первыми начали стачку сотрудники железной дороги. Бастуют также водители городского транспорта. Они требуют пересмотра условий трудовых контрактов и повышения заработных плат. Отмечу, уровень безработицы в Италии превысил 10%. Правительство страны периодически сокращает зарплаты и повышает налоги. В Греции продолжаются переговоры по предоставлению кредитного транша. Накануне в Афины прибыли представители ЕС, МВФ и Европейского центробанка, чтобы согласовать с греческим правительством антикризисные меры. Взамен тройка обещает выделить стране нужные для спасения финансовые средства. Тем временем улицы Афин заполняются людьми. Они готовы продолжить забастовку. Греки опасаются, что сокращение зарплат и увольнения продолжатся. Михаил Саакашвили признал поражение на выборах в парламент Грузии. По предварительным данным лидирует блок миллиардера Беддины Ивинашвили «Грузинская мечта». У него на счету более 50% голосов. Отмечу, после нынешних выборов в Грузии вступает в силу поправки Конституции, согласно которым парламент впервые получит право назначать правительство. И в следующем году большинство полномочий в стране переходит к премьер-министру. Джулиан Ассанж дорого обошелся Британии. Расходы лондонской полиции только на дежурство у посольства Эквадора, где прибывает основатель сайта расследований, превысили полтора миллиона долларов. Ранее Ассанж жаловался на шум, который исходит от стражи порядка. И это далеко не единственное неудобство, которое приносит королевство Ассанжу. Напомним, Британия хочет выдать австралийца Швеции, где он подозревается в изнасиловании. Трагедия в Гонконге. В результате столкновения парома и корабля погибли около 40 человек. Более сотни пострадали. Прогулочное судно затонуло буквально в течение нескольких минут. Второе получило лишь незначительное повреждение и осталось на плаву. Причины крушения пока не установлены. В канадском городе Виннинпек горит склад горючего для гоночных автомобилей. В хранилище были слышны взрывы. Густой едкий дым окутал жилые кварталы в этой части города. Жители около 40 домов эвакуированы. Пожарным пока не удается справиться с огнем. Учитывая его силу, пламя может бушевать всю ночь. Ольга Коршун, телекомпания СТВ. Сегодня утром в Брестской области на Каменецком кольце перевернулась фура. Как выяснилось, польский водитель впервые оказался в Бресте и не справился с управлением на незнакомом круговом перекрестке. В аварии никто не пострадал. Поврежден ли груз, сейчас выясняется. В Брестке интернет-пользователи отмечают, что Каменецкое кольцо достаточно сложное для движения. Здесь часто происходит ДТП. И по мнению многих водителей, причина этих аварий в неудачной проектировке перекрестка. В Гомеле увековечили память сотрудников милиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Мемориальный комплекс расположен в самом центре города. В основе памятника главные символы правоохранительных органов – щит и меч. Своё отражение в скульптурной композиции нашли разные периоды истории гомельской милиции, начиная с 1917 года и заканчивая нашим временем. Отметим, за последний век в борьбе с правонарушителями в регионе погибли более ста сотрудников. Ветераны и личный состав всегда чтят и уважают память этих людей, которые отдали свою жизнь, защищая интересы граждан от преступных посягательств. Сегодня в правительстве говорили о восстановлении знаковых культурных объектов. На данный момент их 15. Это замки, храмы, исторические здания и помещения Беларусьфильма. Реставрация Купаловского театра завершится в этом году. К слову, посещаемость театров выросла в разы, а по количеству постановок Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. Мы должны думать о том, как отримать позабюджетные доходы, чтобы отримать и эффективно использовать государственную майомость, которая находится в властности, в управлении системы культуры. В качестве доброго примера я могу привести тот факт, что на протяжении студии вероятного года Несвежский палац Радзивилл заработал уже больше 8 миллиардов рублей. Первый миллион долларов я отримал на свое утромание Несвежский палац Радзивиллу после завершения реставрации. От классики до современных постановок. Международный форум театрального искусства ТеАрт открылся сегодня в Минске. В нынешнем году белорусская публика впервые познакомится с творчеством лидера современного европейского театра, итальянского режиссера Ромео Костылуччи. Увидят зрителей лучшие спектакли России, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Молодежная ОФ-программа представит разные театральные школы и традиции. Закроет форум белорусская национальная премьера спектакля «Ладзя Роспачи» по мотивам одноименного произведения Владимира Короткевича. Безусловно, принимать участие в таком форуме театральном, это лично для меня очень ответственно. И, конечно же, приятно, престижно. Но это уже вторично. Главное, это ответственно. Выпуск продолжит спортивное обозрение Светланы Сиротко. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok